При подготовке к занятиям в интернет-кружке русского языка вы можете пользоваться словарями и справочниками, которые найдете на сайтах грамоты.ру, академик.ру, вики-словарь. Давайте сегодня вспомним причины расхождения в звукобуквенном составе слова. Во-первых, если в слове есть ютированные гласные, они могут обозначать два звука – согласный и гласный. В начале слова, как в слове «яблоко», буква «я» обозначает два звука. После гласной буквы буква «ё» обозначает два звука в слове «клюет». После мягкого или твердого знака в слове «веселье» буква «е» обозначает два звука. Кроме того, расхождение в звукобуквенном составе слова произойдет в том случае, если в слове есть твердые или мягкие знаки. Например, в слове «конь» у нас 4 буквы внутри звука. Также произойдет расхождение в звукобуквенном составе слова, если в слове есть непроизносимое согласное. Она звука не обозначает. В слове «сердце» 6 букв, но 5 звуков. «Удвоенное согласное» также обозначает один долгий согласный звук. В слове «тонна» удвоенное «н» обозначает один долгий «н». Давайте дальше вспомним, как нам определить, какой частью речи является данное слово. Во-первых, мы должны ответить на вопрос, что это слово обозначает. Во-вторых, на какой вопрос отвечает. В-третьих, какие морфологические признаки имеет это слово. И, наконец, каким членом предложения это слово является. Исходя из этого, вспоминаем основные группы самостоятельных частей речи. Это имя существительное отвечает на вопрос, кто что обозначает предмет. Имя прилагательное отвечает на вопрос, какой чей обозначает признак предмета. Имя числительное отвечает на вопрос, сколько, который обозначает количество или порядок предметов при счете. Местоимение указывает на предмет, признак количества. Глагол отвечает на вопрос, что делать, что сделать, обозначает действие. Наречие обозначает признак действия. Отвечает на вопросы, как, где, куда, откуда и т.д. Кроме самостоятельных частей речи, есть служебные. Это предлог «в», «около», «союзы», «и», «оно», «что», «потому что», «если», «частицы», «не», «же», «лиш». Далее мы с вами поговорим, когда ставятся запятые при однородных членах предложения. Во-первых, если отсутствуют союзы. На столе лежали яблоки, бананы, груши. Здесь у нас однородные подлежащие, между которыми нет союзов, значит, они разделяются запятыми. Запятая обязательно ставится, если однородные члены предложения соединены союзом «но» или «а». На столе лежали не яблоки, а груши. Перед «а» запятая ставится всегда. При повторяющихся союзах ставятся запятые после каждого однородного члена. На столе лежали и яблоки, и бананы, и груши. Три однородных члена. Повторяющимися союзами они связаны, поэтому мы разделяем однородные подлежащие запятыми. И поговорим о том, когда запятые при однородных членах предложения не ставятся. Если однородные члены предложения связаны одиночным союзом «и». На столе лежали яблоки и груши. Или однородные члены предложения связаны одиночным союзом «или». Сегодня мы пойдем в кино или в парк. Продолжение следует...